А сейчас я должна сделать шагов до цифры. Какой должна быть школа 21 века? Высокотехнологичной, самобытной и сильной. Именно за это жители нашего и соседних округов ценят хореографическую гимназию. Интерактивные доски, парты-конторки и большая работа в области дополнительного образования – заслуги неравнодушного коллектива. Как результат – заслуженное звание инновационной площадки на краевом форуме образовательных инициатив. За счет режима школы полного дня мы создали такое воспитательное пространство, которое со всех сторон, если так можно сказать, воспитывает ребенка. Во-первых, духовно-нравственное воспитание у нас проводится через предметы первой половины дня, как мы ее называем, особенно гуманитарные предметы. Дальше у нас богатый спектр внеурочной деятельности, где учащиеся изучают курсы нравственной основы семейной жизни, и православной семьи в традициях нашей русской семьи. Это уроки добра. Для того, чтобы заниматься духовно-нравственным воспитанием учащихся, педагоги гимназии номер два прошли специальное обучение. В Ярославле, Тамбове и Томске. Любовь к своей культуре можно прививать и с помощью танцев. Главная сокровищница гимназии номер два – это, конечно же, костюмерная. Все знают, что ансамбль «Сияние» – почетный коллектив Приморского края и, конечно же, по праву гордится успехами своих учеников. Кстати, что интересно, костюмы изготавливаются прямо здесь, в костюмерной, а обшивают их сами ученики. Гимназию номер два и до получения статуса инновационной площадки не раз ставили в пример. Теперь опытом с коллегами будут делиться официально. Но, по словам Елены Олениной, директора гимназии, главным ориентиром в работе по-прежнему остаются дети. Если детям это интересно, если дети это берут, тогда мы можем это показать. А так мы можем напридумывать что угодно и показать, что, ну, рассказать там, нафантазировать себе. Но если это реально не работает, то ты никому не будешь интересен со своими инновациями. Инновации должны иметь под собой, безусловно, научное обоснование, безусловно, повторюсь, ресурсы, как материальные, так и человеческие. Духовно-нравственным воспитанием занимаются и в детских садах. Что ухватом делали? Ухватом в рай. Вытаскивали с печки что? Чегунок. Чегунок, да. Воспитанники детского сада номер 38 знают, что такое лапти, самовар и русская печь. Но статус дошкольной инновационной площадки получили за краеведческие знания. Мы представляли на форуме образовательных инициатив свою программу по краеведению «Родной свой край, люби и знай». Так как в нашем детском саду работают творческие педагоги, и у каждого педагога по этой теме, учитывая нашу очень красивую местность, были свои наработки. И мы решили совместить это все вместе и сделать это какой-то такой современной образовательной инициативой, с которой можно было бы выступить и поделиться опытом с педагогами Приморского края. Новый статус инновационной площадки даст право учреждениям на преференции в получении субсидий Департамента образования Приморья, а значит и дополнительные возможности для дальнейшего развития и улучшения качества обучения. Полина Козлова, Сергей Корнеев, Светлана Нурик, Городские новости.